Сейчас я расскажу коротко о том, что из себя представляют клетчатые автоматы и как они работают. Итак, как видите, есть набор правил, который задает последовательные трансформации наборов из трех ячеек. Предположим, что начальное состояние у нас ленты такое. Дана одна ячейка черная и все остальные белые. Давайте посмотрим, что у нас будет происходить. Значит, предположим, мы хотим, скажем, для вот этих вот трех ячейк найти следующее состояние. Ищем правило белая, черная, белая ячейка. Значит, вот это в зависимости. Соответственно, под ней у нас будет черная ячейка. Дальше смотрим. Следующая конструкция. Черная, белая, белая ячейка. Ищем. Это вот это правило. Соответствующая ячейка здесь будет, соответственно, черной. Далее смотрим. Следующая конструкция. Три белых ячейки. На выходе она нам задаст белую ячейку. Ну и, соответственно, здесь, в данном случае, у нас будет, если посмотреть налево, две белых и черная ячейка. Ищем соответствующее правило и подставляем. Получаем, что здесь будет черная ячейка. Идем далее. Соответственно, здесь у нас снова три белых ячейки. Соответствующая ячейка будет белая. Соответственно, дальше они сюда и сюда пойдут в обе стороны белой. Естественно, эти правила, нужно понимать, что происходят на бесконечной ленте, по сути. Ну и, соответственно, далее идем. Попробуем нарисовать еще один ряд ячейок. Воспользуемся соответствующими зависимостями. И получим, что у нас вот три черные ячейки. Получаем здесь белую под ними. Дальше, соответственно, две черные ячейки справа и белая. Соответствующее правило дает нам черную ячейку. Две черные ячейки слева и одна белая. Она даст нам белую ячейку. Вот здесь. Соответственно, черные и две белые ячейки. Даст нам черную здесь. По, соответственно, вот этому правилу. Дальше. Две белых ячейки и черная справа. Даст нам черную ячейку. Ну и, в общем, таким образом можно продолжать до бесконечности. И вы получите следующую картину. Вот что вы получите после того, как вы произведете уже довольно много итераций. Вы получите следующую картину. И, собственно, то, о чем идет речь в конкурсе на правило 30, оно посвящено, собственно, центральной ячейке гличного автомата. Еще интересно, почему оно, собственно, 30. Ну, вот, как видите, вот эта вот последовательность нижних состояний на основе трех ячеек задает некоторую конструкцию бинарную. Можно записать ее как 0 на 2 в нулевой плюс единица на 2 в первой плюс единица на 2 в квадрате плюс единица на 2 в кубе плюс единица на 2 в четвертой. Что даст 30. Собственно, вот эта вот конструкция в двоичной системе счисления равна 30 в десятиричной. Вот коротко о кличных автоматах.